Для доклада приглашается Уразбай Абдуразаков, профессор, зав. кафедры травматологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей, город Алматы, республика Казахстан. Тема краткого сообщения – опыт внедрения медицинской системы «Фармтотикс» в Казахстане. Казахстан Прошла, можно сказать, это и как наука, и практика «Фармтотикс», который сейчас делает свое именно интересное, полезное дело в нашей республике. Об этом мы хотели с вами поделиться. Ну, начало нашей истории совсем недолгое. Всего лишь в прошлом году впервые к нам приезжали специалисты. Двое здесь присутствует – Иван Лушников и еще Дмитрий Бакулин. И они провели первый мастер-класс. Тогда я имел возможность принимать участие и послушал из уст специалистов, что такое действительно ортез для стоп фирмы «Фармтотикс». И для меня было очень интересно, так как я до этого тоже занимался проблемами стоп, всю жизнь как ортопед работал. Естественно, к нам обращались больные с патологией стоп. Но, однако, до сих пор, можно сказать, и в ближайшем будущем, пока не завоевывает авторитет, а также признание специалистов, новые технологии, это, конечно, вот такое отношение может останется, так как стопа была для ортопедов как-то какая-то отдаленная область, которые в практическом плане не всегда имели какое-то практическое значение. И эта область всегда нас не совсем так интересовала. Были какие-то энтузиасты, которые непосредственно занимались в основном оперативным лечением. Консервативное лечение, вы сами знаете, плоскостопия вообще, можно сказать, не существует. Если существует, то совершенно безэффективно. Поэтому проблема стопы оставалась всегда нерешенной. И последний день остается, если мы не будем дальше развивать это направление у себя в Казахстане. Казахстан также останется на том же уровне, как есть. Поэтому я хотел поделиться своим опытом, так как в течение уже полутора лет, можно сказать, не только мы сумели использовать новую совершенно современную технологию, высокоэффективную, но мне изменилось, в общем-то, отношение к своей медицине, здравоохранению в целом. Я хотел бы об этом с вами поделиться, следующую так, как я могу. Так вот, Казахстан – это новое суверенное государство. Для того, чтобы было понятно, там россиянам, конечно, известно, но здесь присутствуют гости. Поэтому я хотел бы привести карту Казахстана, где эта республика расположена. Казахстан – это, я как говорил, суверенное новое государство, развивающееся динамично. На сегодняшний день мы имеем территорию, общую территорию, где-то, следующий слайд, пожалуйста. Вот общая территория Казахстана – 2 миллиона 724,9 тысяч квадратных километров. И общая граница протяженностью 14 тысяч километров. Вот такая территория у нас. Мы, с одной стороны, мы граничим с Россией, Китаем, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан. И с другой стороны у нас море, Каспийское море. Таким образом, у нас вот такая граница на сегодняшний день. С Россией у нас общая протяженность границы 7591 километров. Это самая большая граница. Но, тем не менее, имея такую большую границу, мы не имеем общего такого разделения. Казахстан, Россия всегда оставались вместе, остаемся по сей день. И поэтому я здесь присутствую сегодня с вами вместе. Так, дальше численность. Сколько населения проживает? Верните, пожалуйста. Вот у нас численность населения на такой большой площади всего проживает 17 миллионов 630 тысяч человек на сегодняшний день до 1 октября 2015 года. Это 64-е место занимает в мире по численности населения. А средняя плотность на 1 квадратный километр – это где-то 5-6 человек у нас приходится. Такая плотность. И в этом плане мы занимаем самое последнее место, можно сказать, в мировом сообществе. 184-е место. Ну, однако, несмотря на это, к большому сожалению, население, хотя живет в таком большом громадном пространстве, состояние здоровья оставляет желать лучшего. Этому придает наш уважаемый, любимый наш президент Марсултан Аббищевич. Итак, Назарбаев, он всегда ставит вопрос, как бы улучшить состояние здоровья народа, и этом самим добываться процветания целым действительно государства, народа. С этой позиции у нас были приняты программы, государственные программы в плане развития здравоохранения с целью улучшения состояния здоровья народа. Вот сейчас, буквально, недавно перед нами выступал наш министр здравоохранения, выступала, и она обсуждала с нами вместо проекта государственной программы Денсаулух, рассчитанной на 16-20-е годы, так как здесь намечаются грандиозные действительно планы, и здесь министр выступает, сказал, что, естественно, уровень заболеваемости среди населения не снижается с года в год, хотя уделяется огромное, большое внимание, выделяются колоссальные средства, тем не менее, улучшение не отмечается. А на выполнение данной программы выделяется 2 триллиона 200 миллиардов тенге. Это колоссальные деньги, которые на 17 миллионов населения столько средств, это на выполнение данной программы. А если даже через 3 года после освоения, а также выполнение данной программы, будет улучшение состояния здоровья населения, было бы, конечно, большое достижение. Но, к большому сожалению, здесь есть одно «но». Следующее, пожалуйста. Структуры заболеваемости. Где-то 75% составляет неинфекционные заболевания. Обратите внимание, и в мире такая же ситуация, примерно так же, как в Казахстане. Почему так получается? Вот это вопрос, это очень интересный вопрос. А среди вот этого населения, которое страдает неинфекционными заболеваниями, патология опорной двигательности системы занимает особое место. И является причиной длительной нетрудоспособности, инвалидности, смертности, требующей огромную затрату на лечение. Вот это как раз, вот этот аспект мне, как ортопеду, заинтересовал. Почему люди болеют? Почему они так страдают и умирают, к большому сожалению? Действительно, программы предусмотрены разработкой внедрения эффективных методов диагностики, профилактики и лечения. И это является на сегодняшней особо важной задачей системы здравоохранения. Если даже мы разработаем оригинальные методы лечения, что мы получим? Это одному богу известно, к большому сожалению. Следующее, пожалуйста. Вот теперь возникает вопрос. Почему люди часто болеют, делительно страдают, долго лечатся безрезультатно? Это не только в Казахстане, и у вас тоже. Даже в мировом масштабе, к большому сожалению, такая ситуация. Почему люди становятся инвалидными и умирают преждевременно? Вот это вопрос, который волнует всего человечества. Здесь виноваты ли медицины, виноваты ли врачи, виноваты ли качества медикаментов, мало выделяют ли денег на медицину, виноваты ли сами люди. В чем причина? Почему так молодые люди становятся инвалидными или умирают? Вот этот вопрос, знаете, остается очень сложным. Если сказать винить медицину, мы же медицину, к большому сожалению, медицина развивается. Из года в год мы отмечаем достижения в области медицины, но, однако, это не решает проблему. Виноваты ли врачи? Сказать, все врачи безграмотные, не имеют знания соответствующего, тоже нельзя. Так и мы обучаем. Вот сюда здесь в прошлом году приезжали, сколько людей сидели. В этом году точно так же, и они над собой работают. И врачей обвинять тоже нет смысла. И виноваты ли медикаментов? Вот у нас аптека завалена. Не знаю, в России как, у нас в аптеках хватает все, что в мире производится, они у нас есть. Медикаменты, тут нет проблем. Но, однако, эффекта от этих медикаментов нет. Мало выделяют ли деньги? Пожалуйста, я посчитал, если перевести доллары на одного человека, 160-170 долларов приходится на одного человека. Это же большие деньги, если по большому счету. И виноваты ли сами люди? Как это могут обвинять людей, что они сами виноваты в своих таких страданиях? Ну, в чем причина? К большому сожалению, эта причина остается неясной, непонятной. Дальше следующее. Вот я перед вами специалист, который занимался всю жизнь травматологией и ортопедии. Прошел всю школу, можно сказать, московскую, мировую. Стараемся как-то внедрить боль в достижение современной медицины, травматологии, ортопедии и клиническую практику. Всегда мне интересовал вопрос. Как это интересно? Почему так получается? Это патология опорно-двигательной системы, влиятельная на уровень заболеваемости или, скажем, на патогенез развития различных заболеваний внутренних органов. Вот этот вопрос у них всегда. Когда делали рентгенографию в области почек, урологи смотрели на почки, а я смотрел все это как ортопед на позвоночный столб. И вот тут находили мы разницу изменения именно в позвоночном столбе. Каждый видел своего. И тогда урологи только ограничивались своими почками. Мы-то вообще ничего не могли сказать им в плане позвоночника. Вот такое взаимоотношение на сегодняшний день, когда мы смотрим на человеческий организм, каждый из своих точек зрения. И это приводит к тому, что конечным итогом мы имеем дело с самой сложной проблемой сегодняшнего дня в целом медицине и здравоохранении. Следующий, пожалуйста. В связи с этим я провел просто исследование, где-то в течение года последний. Нет, не последний, даже в этом году можно сказать. Так как, когда освоил сначала после ознакомления с методом форм-тотикс, я специально, целенаправленно обратил внимание на состояние больных, людей, которые ко мне обращаются ежедневно. И вот у меня было, я взял за это время, провел обследование 160 больных. Из них, где-то вот в возрастном аспекте, начинается с 3 лет до 5 лет, до 80 лет и старше. И в основном здесь составляют женщины, больше женщин, 98 больных, это женского пола, остальные мужчины. Следующий, пожалуйста. Следующий. Вот по возрасту, пожалуйста, до 80 лет, старше. Видите, в основном это начинает до 10-летнего возраста, до 70-летнего составляет в основную массу больных. Дальше. Здесь удивительные явления. Эти больные ко мне в основном обращались с болями в крупных суставах, позвоночнике или вообще с ортопедической патологией. Но однако они никогда не проходили, они даже не могли представить и подозревать даже, что у них проблема, основная проблема находится на уровне стоп. Вот сейчас, после того, как с вами стали ближе общаться, я как ортопед сейчас совсем по-другому веду обследование. Почему? Потому что если у человека не было травмы, повреждения, серьезных повреждений, если у человека нет инфекционного процесса, воспалительного явления, то можно подозревать что-то, почему болит суставы, почему у него страдает все остальное. И тогда я начал сразу же уже с другого конца. И люди даже удивлялись, почему-то вы так мне, у меня колено сустав болит, или тазобедрное, или плечо болит, а вы начинаете смотреть мою стопу. И я так начал со стоп, действительно. Вот проводил, как и вот тесты, как рекомендовал нам Владимир Ильич. И при этом всегда я выявил, это больные были, знаете, разного рода. Это заболевания опорно-дивидительной системы. После эндопротезирования даже крупных суставов, а болевой синдром, как было, так и есть, не проходили. Поэтому приходили ко мне, как к последовому человеку, кому можно пожаловаться. И тогда, когда я начал измерять их конечности, вот здесь я находил всегда у них, для них было вообще неожиданностью, удивлением. Большое было это разность в длине конечностей. Я говорю, левая нога у вас короче, правая нога короче. И вообще они так как короче. Вообще у меня же никогда не было короткой ноги. Они так себе представляют, что нормальные у них вроде стопы, опорно-дивидительной системы, особых отклонений нет. И они не думали, не подозревают. Но однако, вот пожалуйста, я когда обратил внимание, у 139 больных имело место короткая нога с левой стороны, а 21 у пациента были правой стороны. Точно так же примерно соответствует литературным данным. Все говорят, что левая нога всегда короче, чем правая. Дальше. Здесь мы когда нашли вот такое отклонение от нормы, и тут это как раз свидетельствует того, что у человека не только стопа деформирована, а у него вообще целом тело асимметрично. Вот асимметричное тело, это к чему приводит? Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот, пожалуйста, вот такая асимметрия, которую взял у Владимира Ильича. У него есть такие интересные рисунки. Вот, пожалуйста, сколиотическая деформация, хроническая сервикология. Это все вот перечень всяких заболеваний, которые сопровождают при наличии разности в длине конечностей. Стопа, конечно, это конечное звено внизу, а если целым смотреть на тело, получается асимметрия самого тела. А эта асимметрия, пожалуйста, сопровождается с такими проявлениями диагнозов и заболеваний. Дальше, асимметрия тела, я думаю, проблема человечества и века. Почему? Потому что эта асимметрия дает о себе знать больше, чем нежели какие-то деформации ограниченной области. Дальше, вот, пожалуйста, асимметрия. Внешне смотрите, какие здоровые люди, внешне ничем не отличаются, а если провести вот линию, позвоночники у них уже кривые косые. Дальше следующее, чтобы время не занимать. И вот влияние короткой ноги, тоже у меня, у Владимира Ильича взял, а он там говорит, на самом деле, если перекос таза на уровень таза, то позвоночник в меньшей степени искривлению. А если перекос таза, асимметрия на уровне голени, увеличивается искривление позвоночника. А если на уровне стопы, пожалуйста, какая деформация, очень выраженная. Правильно, Владимир Ильич? Вы сами же говорили. Раз так, дальше пойдем дальше. К чему это приведет? Приведет к искривлению позвоночного столба. А эта позвоночная столба к чему приведет? Дальше, пожалуйста. Вот это, здесь, когда идет искривление позвоночника, к большому сожалению, не только просто происходит искривление в одной плоскости, здесь происходит скручивание позвонков, где имеет место наибольшее искривление, на пике искривления. Правильно? Вы ортопедию все хорошо знаете. И там происходит сдавление как раз корешков, которые выходят из спинного мозга, и тем самым создают вот здесь проблему. Дальше. Следующий. Хорошо, не будем на этом останавливаться. Вот, пожалуйста, как это органы, внутренние органы, откуда что берут. Это вы по анатомии тоже хорошо представляете. Следующий. Вот, пожалуйста, зона Геда Захарина. Когда действительно сдавление идет на уровне сердца, например, скажем, при остеохондрозе, и боли в области сердца, вот, пожалуйста, вот такие болевые и радиации. Дальше. Вот вам самое главное, основное место. Вот перечень заболеваний, которые развиваются в зависимости от искривления уровня позвоночного столба. Вот, пожалуйста, вот здесь. Смотрите. Если взять это все, весь перечень международной классификации болезней, вот здесь. Когда у больного, у человека незаметные искривления, внешне неприметные, тогда, когда врачи, терапевты, другие специалисты не обращают внимания на искривление, а у этого больного, несчастного, и у него вот это проявление заболевания, в зависимости от степени искривления. И таким образом они болеют годами, лечатся, бог знает сколько, чем. Они приходят к нам уже в десятилетную давность, никакого результата, эффекта нет. Откуда будет результат эффекта, если у него позвоночный столбик, как был коревой, так и остается? А как можно теперь его исправить? Пожалуйста, дальше. Вот, пожалуйста. Единственное, поставь под самый клин, и позвоночный столб, вернее, таз принимает нормальное положение, позвоночный столб выравнивается, и этот больной человек уже на глазах становится вообще другой. Дальше. Вот что можно на сегодняшний день? Просто клином нельзя так исправлять. Все вы говорите сейчас, самая передовая технология, которую я знаю, и я даже у этого 160 больных я применял, хотя они ко мне пришли по другому поводу, но, однако, после исправления положения стоп, они почувствовали, наконец, совсем другое состояние. Они даже, говорят, ничего не могут сказать. Как это так? Более столько лет не прошло, а сейчас уже проходит, без единой таблетки, без единого укола. Даже они не верят в чудо. И вот это на сегодняшний день, на сегодняшний день, без исправления, деформации, невидимых деформаций, которые у населения, у спортсмена, бог с ними, это спортсмены, они под наблюдением, на них смотрят, мы назначаем, да, ортезы, все остальное, но это основная масса людей, которые пока еще не знают у них асимметрии тела, не знают, где, как лечиться. Наши врачи в этом плане вообще безграмотны. Они только таблеткой назначают и лечат вот эту целую болезнь, которую совершенно не поддается лечению таблетками, всяким уколом и операциями. Пусть эндопротезированная боль так как было, так и остается, пусть удаление грыжи такая же ситуация, а только единственное, что на сегодняшний день устраняет асимметрию тела и создает благоприятные условия, действительно человек чувствует себя на глазах вообще другим здоровым человеком. Понимаете? Не такие все они дохлые люди. Нет, это просто из-за нашего непонимания, незнания, мы всегда лечили медикаментами, всем чем угодно, только вот этого не применяли. Поэтому, когда пришли к нам, я уже на клинической практике начал использовать эту технологию, теперь я убедился, я только как будучи ортопед с 50-летним стажем, теперь уже начинаю смотреть на человека совсем с других позиций и диагноз устанавливаю совсем по-другому. И теперь люди действительно такое счастье, когда они ощущают после нашего вот этого изготовления, такое радость. Это вообще, это самое большое, мне кажется, это наслаждение для врача и для специалиста, который этим занимается. еще услышит слово огромнейшее спасибо, когда 9-летний мальчик, после того, как сделал, он говорит, мамуля, огромнейшее спасибо, почему до этого он страдал, не смог даже ходить. А она, мама говорит, скажи лучше профессору огромное спасибо, не мне. Вот такие случаи в нашей жизни есть. Вот поэтому, дорогие коллеги, вы не замыкаетесь на уровне стоп, просто поднятием свода или, скажем, приведением порядка самого деформации стоп. Лучше давайте смотрим на вес стоп, тогда, когда до макушки, когда мы видим этого человека целостности, сохранности, и тогда будет эффект от всего. И этому как раз предназначены все это технологии. За это огромное вам спасибо скажу, начиная от самого Чарльза, к большому сожалению, его сегодня нет. и вам всем огромное спасибо, что вы поддержали, поддерживают нас все. Большое спасибо.